С наступающим Новым Годом, наши любимые зрители канала Духи РФ! Сегодня мы порадуем вас новогодним выпуском с лучшими ароматами 2023 года. Я Олеся Грузинская. Сегодня мне компанию составляет прекрасная Елена, прекрасная Карина. Мы как два диско-шарика вокруг тебя. Я надеюсь, в этот момент везде просто уже, да, просто психодел и дискотека начались в нашей студии. Прекрасно все выглядят. Я думаю, что у всех прекрасное настроение с бокальчиками, с мандаринчиками. Надеюсь, что вы уже наряжаете новогоднюю елку под этот выпуск. Будет в самый раз. Девочки, готовы? Конечно. Супер. Давайте начнем по порядку. Лена, что ты нам приготовила? Первую. Так, так, так. Салат, но блотеры бы неплохо. Да на руку, смотри, пальцы. Песню, Лена, ты готовила. Вот так уж и быть, мы попросим блотеры. Итак, мы начинаем. Мой первый аромат. Мы собрали немножечко водных. Мы собрали ароматы, которые нам показали самыми интересными из доступных в России запусков за 2023 год. И я думаю, что это будет абсолютно неудивительно увидеть от меня самым первым вот эту вот красоту. Это... Ты в короне. Он в короне. Это она. Это она. Это Queen. Мы обе. Queen Dolce & Gabbana. Несколько лет назад, по-моему, года два назад вышел King. King абсолютно, на мой взгляд, ужасный. И я скептически относилась к выходу королевы. Но меня заинтересовала в пирамиде вишня, в ваниль. И мне стало любопытно, чем же это будет пахнуть. И мне очень понравилось. Да. Я на клиентских днях неоднократно продавала эти флаконы. И у меня многим подписчикам тоже понравилось. Всегда, когда я показываю, люди симпатизируют. Потому что получился такой свежий ягодный запах, но при этом с мяткой, со смородинкой. Вишню я здесь как не силилась. У меня не получается. А здесь вишня. Я не агроном. И когда я была маленькая, у меня у соседей росло дерево, которое называли китайской вишней. Что это, на самом деле, я не знаю. У нее мелкие ягоды, у нее нет такой косточки. Нет листиков. И у нее листики вообще другие. Она больше как елка с вишнями, на самом деле, внешняя. Да, она как грузия. Она такая, пирамидальная. Можжевельник с елкой. Хвостики такие, да. Очень вкусная. Махматическая. Она безумно вкусная. И вот она больше вот скорее вот эта китайская вишня. Да, есть такое. В моем детстве тоже была китайская вишня. Я по ней очень скучаю. Постоянно на базарах ищу на летних. Но этого нет. Она еще мохматенькая, вкусненькая. И вот здесь, да, мне очень нравится, что здесь добавили мятки. Он очень кисельный, на самом деле. Вот такие свежести. Для меня это летняя дача, где вот я пробежалась по кустам черной смородины, мяты, собрали все это в чайничек, заварили. Причем она уже остыла даже, потому что он прохладный, не горячий. А если вишня, ну, то есть, условно, почему-то, когда говорят вишня, мне представляется в первую очередь картинка черешни. Ну, то есть, то, что у нас делают? Да, это вишня мелкая, которая вот условно даже в Москве растет вот по... Кальдичка. Да, да, да. Вот она маленькая, она практически прозрачная, акварельная. Не сказать, что у нее прям какой-то ярко выраженный вкус. Он вышел, по-моему, он встал на полке летом. И я помню, что было в самое время. Он вышел в самом-самом начале года, потому что я его пробовала в Минском Дьютифи в феврале. А, я просто с ним познакомилась, когда было тепло. И он до России позже доехал, потому что в Минском Дьютифи он был в феврале. Тогда все сходится. Единственное, что я хочу отметить, я хотела купить флакон себе, потому что мне очень понравилось. Но, по крайней мере, в жару на мне была отсутствующая стойкость. Я не люблю говорить о стойкости. У всех разные ожидания, на всех все по-разному работает. Но на мне ее практически не было. Ну, то есть это такая поливашка, у них есть тревелы, вполне можно взять. В целом, я считаю, удачный прям запуск. Мне почему-то, возможно, еще цвет напомнил, знаешь, такая современная замена императрицы. Те, кто в свое время носил и любил. Не заменят, не заменят, потому что императрица яркая такая. Она прям вот, на нее обращаешь внимание, она шлейфовая. Здесь все-таки потише и поприроднее. То есть для девушек, которые хотели бы, чтобы аромат производил впечатление и летел впереди них, это не оно. Это опять творческая переработка условно вот этой новой этики. Императрица вышла в каком-то там 2008 или 2009. И это было «посмотрите на меня, обратите на меня внимание». Сейчас все-таки люди носят оверсайз, меньше не так ярко красятся. Это мы сейчас обсуждали здесь, да? Мы вообще пытаемся быть незаметными. Максимально незаметными. Но, так или иначе, просто сама презентация человека, она немножко изменилась с 2010 года. И в этом плане он вписывается в то, что как замена. Не как замена императрицы для тех, кто носил императрицу тогда, а как императрицы нового поколения. Ягодные на каждый день, просто с учетом изменившегося времени. Императрица для зумеров, да? Такая этичная, вегетарианская, вот прям. Отличное начало. У тебя что, Карина? У меня, а давайте. С чем сначала нас познакомишь? У тебя, кстати, твой перстень, прям идеальное сочетание с этой короной. Кстати, да. Бордовой. Так, давайте тоже уютненьким, но по-другому. Да, я буду показывать Мансеру. И это первый флакон Мансеры, который я себе купила в том числе. Это тонко-кола. Аромат вышел тоже где-то буквально январь-февраль, самое начало года. И мы не очень любим. Ну, звучит, если честно, довольно тогда попсово, кола. Да, но на самом деле дело в том, что... Карина, точно ли, на тебе надо? Да, я ее ношу и с большим удовольствием по итогу. Потому что реалистичных кока-кольных аккордов их почти нет в парфюмерии. Хотя, казалось бы, ну, то есть это то, что лежит на поверхности. А здесь действительно есть вот эта вот шипучесть какая-то, коричность. Мне это срочно необходимо. Слушай, я не пробовала его. Серьезно? Я не пробовала. Я собиралась, ну, то есть у меня это на слуху. Я собиралась, но не дошла. И я чувствую здесь именно шипение. Я его пробовала в том самом Минском Ютифри, кстати. Это прям ванильная кока-кола. Вот, и потом я к нему пару подходов делала. И с третьего он мне раскрылся прям вот как я хотела. И я тогда купила слуху. Ты 60 взяла, да? Да. Я тоже хочу. Корица, гвоздика. Это такой глинтвей на кока-коле немножко. Да, да, да. Очень. Как тебе? Ну, выглядит прям вот под это шипучая, яркая блестка. Да, потому что у нас кока-кола очень продала себя как новогодний напиток. Вот, хотя, кстати, я не знаю, знали вы или нет. Просто такая познавательная страничка на духе РФ. Вот красный костюм Санте, это именно заслуга кока-колы. Он исторический был во всех цветах. Голубой. Он и в зеленом, и в голубом, и в... Но именно красный цвет, кока-кола как свой брендовый цвет, и вот эти вот едущий поезд, это все. Ну, празднично, правда. То есть я вот так пошла бы на Новый год абсолютно на любую вечеринку вот в этом аромате. С удовольствием, да. И просто кайфовала бы сама даже от себя, потому что это так сладко, гурманико, но при этом она какая-то такая веселая, под настроение. И в нем нет вот этого того, за что обычно мы мансеруи не любим, потому что в ней, как правило, вот эти вот... Вот это крикливость. Крикливость, визгливость. Нет, он так и уйдет потихонечку. Ну вот я так и хотела сказать, что я бы не ограничила его область применения только праздником, потому что вот когда холодно, если любите амбровые тепленькие ароматы, он у меня появился летом внезапно. Я его носила, когда летом было прохладно. Вот дожди шли, вот такая погода, он очень хороший. Слушай, мне прям необходимо. Я бы навязывала на свитер, в киношечку еще бы куда-нибудь. Прикинь, тут рядом пакеты с попкорном, а ты такой пахнешь кока-колой, и все сложилось, и полный мэтч прям. Очень классно. Спасибо, Карина, тебе за этот аромат. Так, а я вас чем сначала, чтобы вам сначала показать. Ну, так, у нас был один летний, был один такой условно зимний. Давайте куда-то посерединке, наверное, пойдем пока. Давайте вот так пойдем. Я начну с Эксниила. Это аромат Весперглиц. И это Парижская ночь, вечеринка. У них, я не знаю, видели вы рекламу или нет? На запуске были. Ну, тем более. Видишь, какие-то вот вы успеваете пропускать, какие-то не успеваете пропускать. У него же промо было вот про вечеринку, про Парижскую ночь. И там буквально на минутку какой-то видеоряд, но вот складывалось ощущение на то, что это вот нужно надеть и куда-то отправиться на вечеринку. А сложилось ли у вас впечатление, что это Парижская вечеринка? Да, он очень мэтчится с этим. Причем это такая вечеринка для меня на крыше. Вот сияющий город. Сияющие гости. Сияющие гости. Вот такие вот праздничные, да. И, собственно, аромат, который пахнет, он не зимний, не летний, действительно, это какой-то скорее межсезонье. То есть, скорее всего, какие-то деревья там или цветут, или плодоносят вокруг. Вот. Это прям хорошо. Я недавно имела честь, не постесняясь, пообщаться с Оливье Креспом. И я спросила у него, как меняются тенденции на покупку парфюма, как вообще меняется поведение потребителей в это время. Не самое простое, когда у нас что-то постоянно случается плохое. И он сказал, что тенденции очевидны. Люди хотят радоваться, люди хотят покупать что-то веселое, что-то приятное и праздновать эту жизнь. И это как раз аромат, который это и олицетворяет. Это действительно вечеринки, наряды, что бы ни происходило, мы будем веселиться. Ну, это такая вот ремарковщина, когда они там, мир рушится на части, они пьют шампанское, едят устриц, как бы любят друг друга. Вот здесь вот я бы скорее с тобой не согласилась, потому что то, что ты рассказываешь для меня... Нет, я к тому, что сказала Кресп. Да, да, согласна. Потому что здесь как раз нет вот этого надрыва на фоне. Потому что есть вот у, скажи мне, чайного бренда, у Маск Милана, Латеса, вот там как раз на фоне есть вот эта вот минорность. Здесь вот именно праздник, как он есть. И еще здесь, кстати, гости блестящие и надушенные. Потому что для меня этот аромат, он в себя как бы вобрал все тренды, которые есть в люксе и в нише последних там нескольких лет. Здесь и флёрт-оранж, и вот эта вот десертность такая лайтовая, сильно сниженная по содержанию сахара в сравнении с тем, что было раньше. То есть он прям... Какая-то легкая отчаянность, легкая мемозность. Да, это вот как бы общий шлейф гостей вечеринки. Потому что это популярный профиль, который замиксовали, добавили туда огня, искорок и венгарских огней вперед. Это условно те самые духи, которые ты приносишь домой, принося из магазина ворох-блотеров. Да. Причем вечеринка еще вот в самом начале или до пика. Это еще не та вечеринка, которая уже успела. Как бы, знаешь, водные люди потанцевали, все потускали. То есть вечеринка тоже может быть разной. Вот у этой еще от начала до середины даже. И по мне, условно, они по настроению праздника похожи с твоей мансерой. Но вот это как будто бы применимо в большее количество ситуаций. Универсальная, однозначно. Более универсальная. Насколько я скептично отношусь к экс-ниила, я не... Ну, у меня вообще есть такой еще остался немножко юношеский максимализм. Типа всем нравится, значит, мне не будет. Когда все там от флёр наркотик торчали, я говорила из принципа, мне не нравится, хоть он стоит у меня на полке. Вот этот аромат, наверное, для меня один пока из самых приятных, интересных, носибельных. Хотя пирамида у него, ну, прям такая... Мне кажется, как будто бы даже люксовая. Там столько элементов. И вроде все сказали, ничего не сказали. Да, там и мандарин, и ланг, и бобы тонка, и ваниль, ну, куча всего понапихано туда. Но я не чувствую, что она прям какая-то перегруженная. Или что там прям слишком их много. Он в целом складывается, что да, это приятно, это кайфово. И он очень хорош, но это вообще, в принципе, свойство всех ароматов бренда. Они очень хороши на воздухе. Это те ароматы, которые в закрытом пространстве. Потому что вот с мансовой можно сидеть у камина, условно. С королевой тоже. А вот этот аромат, он хочет воздуха. Почему я сказала, что вечеринка на крыше? Потому что вот на ветру он полетит. Это кайф. Прям я бы с удовольствием его бы распознала в какой-то реальной ситуации. Не с блоттера, когда мы сидим и обсуждаем ароматы. А вот просто в реальной жизни, когда ты оказался в каких-то обстоятельствах. Я бы с удовольствием его изучила даже с кого-то, чтобы понять свои ощущения. Потому что он прям очень красивый. Если у кого-то из наших зрителей он уже есть на полке, я прям очень жду в ваших комментариях, куда вы его носили и какие комментарии вы получили. Лена, давай второй заход. Раунд номер два. Я продолжу люксом, на самом деле. И здесь будет внезапное. Как у Карины было внезапно, что Карина достала моцера, в моем шкафу в этом году появился первый Ля Ви и Бель. Это Ирис Абсалюм. Ланком выпустил. Я его не пробовала, кстати. Да? Да, я его пропустила. Класс, класс. Это еще интереснее. Ты, наверное, тоже не пробовала. Пропустила, да. Он в России совсем недавно. Я купила свой флакон в Дьюти Фри месяца два назад. Я попробовала его в Казахстане. Мне очень понравилось, хотя я спокойно отношусь к Ля Ви. Я поняла, что вот это Ля Ви будет в моем шкафу. Хотя я не очень люблю Ля Ви. Я не очень люблю Ирисы. Я не могу не отметить, какой огромный флакон. Он еле поместился в твоей руке. У меня полтинничек. Он симпатичный. Мне еще нравится, что он такой рифленый. Слушай, хорошо. Да? Это ягодная какая-то. Для меня очень гурманистая. Ну, это Лавиа Белли. Это, в принципе, аромат, который возвел вот этот Дилмальтол сахар. Это еще гораздо менее гурманистая, чем обычная. Классика, да. Да, но это вот. Я просто вообще очень не люблю гурманику, которая прям съедобная. Но вот он между помадой и съедобным чем-то. Он очень помадный. Та помадка, которую хочется съесть. Ну, вот в этом году вышел и он, и другой ирисовый, правда, лимитированный шалемар. И выбирая между ними двумя, я, конечно, выбрала бы шалемар, вот как люксовый ирис. Но это очень хорошо. Да, мне тоже приедет ирисовый шалемар. Он где-то путешествует. Куда ты его носила? Но я выберу Лави. Я его, кстати, и носила, и достаточно много везде. Ты шалемар вообще не очень любишь. Я. Поэтому я-то как бы... Мой любимый шалемар – это Лев Шанель. Вот, а меня-то пустите в рай. Я собрала шалемар. А здесь он универсальный. В отличие от классической Лави, в которой, ну, я бы, наверное, воздержала ходить в какие-то общественные места, потому что слишком сладко, слишком плотно. Он станет мягче. Вот ирис его действительно как будто скругляет, делает более универсальным для разных ситуаций, которые везде. Потому что он эту сладость превращает в пудру. Да. А сладкая пудра воспринимается нежели, ну, несколько иначе, чем мешок сахара. Ее еще немножечко смородиновый такой. Очаровательный запуск. Я везде. Торопьем делаю? Или кто? Я не помню. Не помню. Потому что первый делал торопьем, поэтому... И причем ирис, он в начале, и он сохранится. Не до конца, но он будет. Ну, он... Я в морковности пытаюсь в нем найти ирисовый. Помадка. Скорее, больше помадный. Но он больше помадный. Он прям... Я каждый раз, когда махала, чувствую прям... Я прям тоже смотрю на шевеление ушек. Мне нравится прям. Он очень кайфовый тоже. Мне... Либо это все игристое и наши наряды, и предновогоднее настроение, либо реально пока все ароматы такие, прям, что хочется улыбаться, хочется жить. Нет, хорошо. Хорошо, они действительно радостные, это важно. Они пока все... Ну, может, ты что-то прибьешь на чем-нибудь? Могу. Давай. Так будет, потому что, вообще-то, мы с достаточно конвенциональным вкусом. То есть, я не говорю. Да. У нас, в принципе, в парфосообществе ведутся большие дебаты, что происходит с брендом МОАЖ, потому что бренд явно переориентируется на другие рынки. И они в этом году запустили линейку, и сразу... Очень интересно было наблюдать за ними у них в соцсетях, потому что они возили парфюмеров по каким-то яхтам в Персидском заливе. И это все постоянно какие-то дегустирования сырья. Ну, в общем, выпустили они четыре аромата. И ты разозлила, что это была не ты, да? На яхте. Да нет, я все равно духи-то сделать не смогу, я только рассказать о них могу. Выпустили четыре аромата. Два, на мой взгляд, неудачные. Один очень коммерчески успешный. И четвертый, про который говорят не так много, но вот он-то, на мой взгляд, самый крутой из всей четверки. Вот у нас, на самом деле, были такие дискуссии. У нас были дебаты. У нас были дебаты, а сейчас еще когда мы достали... Потому что мы включили обе по одному аромату МОАЖ и по одному аромату еще одного бренда. В конечном итоге пришлось торговаться. Я успела быстро выторговать АМОАЖ. Она выторгала АМОАЖ, и когда она достала, я еще сказала, почему не тот АМОАЖ, где самый популярный АМОАЖ? Вот именно потому, что он самый популярный, а мы про этот, Гонблесс, или как он там называется. Вот он, на мой взгляд, он коммерчески успешный, потому что его делал Квентин Биш, но Сёрч гораздо круче. Мне очень понравился тот коммерчески успешный. Я забыла... Гонблесс... Короче, я забыла... Мне понравился он, но больше всех мне тоже нравится. Тоже вот это сгоревший склад с апельсинами. Именно мужской. Кстати, они вот эту линейку, несмотря на то, что они их поделили визуально в плане флаконов, и эти как бы в мужских флаконах выпущены, они их без пометок фумен. Так потому что, ну какой-то фумен. А что они, кстати, выпустили восточные в этом году такие красивые серые. Да, 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 да. Там же и Голд переиздали в Кристалл. Что творится? Там Кристалл Коллекшн, но мелких денег нет, а там 500 евро за флакон. Я все понюхла. Все вообще. Но вот это... Нет, они вот прям вот буквально вышли недавно, вот-вот-вот-вот-вот недавно, вот типа месяц назад. Которые... А, новую идею я не купила. Нет, они переиздали Голд в Атарах, женский и мужской. Я пробовала в серых флаконах, вот в таких вот восхитительные вообще воскутки. Там просто... Ну это опусы, это опусы они постепенно... Линейку опусов они ее сняли, и они сейчас ее постепенно переиздают вот в таких флаконах. А еще они выпустили к юбилею бренда, бренду 40 лет, и они переиздают... Ди они переиздали, ну в стандартном флаконе. А еще они вернулись прям реально к корням. А в корнях у них Голд в Атаре. И они выпустили там лимитированные флаконы, номерные, эксклюзивные коробки с каким-то там сусальным золотом и индивидуальной росписью. Ну, как я уже сказала, там что-то, по-моему, 500 фунтов флакон стоит. Или 600... Нет, больше, больше, в районе 2000 фунтов. Ну вот если говорить, возвращаться к реальности, то вот эта вот их цветная линейка, 4 запуска, которые были в начале года, я тоже больше всего люблю именно этот серч, потому что он и горелый, и в то же время он и ментоловый, и цитрусовый. Если наш выпуск успеет выйти прям так, чтобы вы к Новому году успели заказать какой-то новогодный аромат, чем не вот этот, да? Ну, типа, те, кто любит мандарины... Очень классная оговорка, новогодный. Он действительно прям годный для Нового года, я соглашусь с тобой. Те, кто хочет какой-то мандариновый аромат, но не супер банальный, чтобы это не аквадепарма условно какая-то была цитрусовая, а как ты сказала, горелый склад. Ну, это склад, на котором сгорели апельсины. Или склад с апельсинами сгорел, тут уж поставьте грамматику. Ну, это достаточно альтернативно, то есть я бы в слуху, наверное, не сказала. Да, это не самое... Но не как бафор сгорелов, так, чтобы прям трупы мандаринов нет. Нет, а здесь это именно просто классная... Мандарины на гриле, скажем так, чтобы по-модному звучало. Классное горелое дерево с ладаном и с цитрусами. Это очень круто. Обалденный, да. Мне тоже очень нравится. Хотя вот если говорить про другие, но тот же самый вот этот вот... Вы поняли меня. Уважаемые телезрители, напишите нам, как правильно произносится. Мы забыли, как называется самая популярная мошка. Телезр вылетела из головы. Гауданс. Да, да, гауданс. Да, но это так я по буквам сказала, а так он, конечно, произносится. Гайданс какой-нибудь? Гайданс, да. Гайданс, с персичками. Вот, с персичками, с грушами, с османтосом. Я очень его ждала, а по итогу он для меня сверлит все-таки. А я его наносила на себя, но я наносила, жарко было. И так было благо. Там вот это вот типично Квентино-Бишевское сверло лично для меня. А вот два других мне как-то вообще мимо. Один очень невыразительный, а другой пахнет вот этим вот сливом, знаете, в старом бассейне, где плесенька уже завелась немножечко. Очень романтично. Да, вот душевая бассейна советского. Ты туда заходишь, и там вот этот вот запах. Я только два помню. Я помню... То есть какой-то не новый, знаешь, спорткомплекс, а вот именно вот... Бассейн-чайка. ГБУ, да, какой-то. Ну вот это прям 31 декабря. Ты открываешь эту кожуру мандарина рядом с камином где-то, где уже прогорелые такие деревяшки. И вот этот запах. Да, немножечко на улице, возможно, еще фейерверчат, чуть-чуть постреливает. И вот этот, да, запах такой чего-то горелого, но приятного в удовольствие. И вот этот очень горький мандарин. Это прям кайфово. Очень хочется. Очень хочется. Еще один мой любимый амуаж. Один из. Какие у тебя любимые? Ну, блин, я обожаю лирик. Мужской, причем-то. Да, причем мужской. И в принципе я люблю бренд, даже когда я такая, блин, вообще мне ужасно не нравится аромат, но бренд. Ну амуаж, да. Да, но я как-то, ну вот предвзято. Я максимально к ним предвзято. Так, давай тогда пока вот так. Я оставлю, наверное, свой самый яркий на финал, но я не могу сказать, что это не ярко. Пополнение линейки садов от Эрмес. Что случается? Не часто. И все ждут, потому что эта линейка пользуется бешеной популярностью абсолютно. Да, для меня вообще, конечно, сюрприз. И интересно было бы, да, с кем-нибудь поговорить из приближенных к дому Эрмес. В чем прикол? Линейка, первый аромат, выпущен был в 2003 году. Да. 20 лет назад. 20, за 20 лет вышло 6 ароматов. Потому что Эрмес может себе это позволить, понимаешь? Это все-таки бренд, который продает 10 сумок Биркин в год и может на это существовать. И поэтому для них парфюмерия – это очень вторичная часть производства. Потому что все-таки они кожгалантерея. Поэтому они выпускают ароматы в кайф себе. У них, если там послушать Элина в каких-то его воспоминаниях, когда он был штатным парфюмером Эрмес, он много говорит о том, что там мы утверждали с директором компании ароматы, потому что вся фокус-группа состояла из пяти человек. Примерно так же с Ислой работает. У них там тоже очень маленькое количество людей. Ну, в общем, пополняется редко, но метко, мне кажется. И вот это… Поэтому интересно обсудить. Условно, когда бренд запускает такую линейку, ну и вот нам за год надо пополнить, ну за два года чем-нибудь. А вот тут как будто бы просто интересно, по какой причине они говорят, что мы не просто выпустим новый Эрмес, а давайте-ка в линейку садов что-то добавим. И вот здесь очень странно, потому что вообще он оказался в линейке садов. Я тоже хотела сказать то же самое, что я бы вслепую никогда не отнесла садов. Не считала бы, почему? Потому что для меня он слишком сладкий для садов. Во-первых, как минимум, все сады, они так или иначе про влажную свежесть. То есть это сады Нила, сад на крыше, средиземноморские, неважно. Они все влажные, там везде есть какой-то дождик. Здесь сухой максимально. Мойка, что даже сад в лагуне, который, я считаю, самый неудачный из всех, он все равно очень влажный аромат. А этот, он сухой и пахнет печеньем юбилейное. Да, он очень печенький. Вы, кстати, были с ним до этого знакомы близко? Да, я тоже пробовала несколько раз. У меня есть сэмпл. Причем сэмпл мне понравился, но на коже я не оценила, потому что для меня это пахло печеньково, но не уровня Монталь, а уровня вот этот вот бренд, который делает, скажи мне, гурманику в тысячу одну сгущенку. Шабо? Шабо, да. Ну, для Шабо он у меня тоже суховат, но вообще вот, если вы помните, несколько лет назад у Джо Малон была алиментированная серия, посвященная злакам. Да, да, я согласна с тобой. Сколько там было? Четыре, по-моему, аромата. Вот пятый член эктажа. Четыре, как обычно. Ну, давай так, Кристина Нажель и Джо Малон. Да, неудивительно. Поэтому, как бы, может быть, она такая, что-то Лагуна никому не зашла, Кристина Лагуну не одобрила, вспомню-ка я свою молодость в Джо Малон. Хотя, кстати, Нажель, как мне кажется, в последнее время очень неплохо подстраивается под бренд и делает вполне себе органичные для них запуски. Та же Вайлет Волынка, которая вышла в прошлом году, она прям стала как родная. У меня есть, я ношу прям достаточно много, да. Но она вот действительно встроилась супер. Вот это, оно просто не соединяется с линейкой. Я не говорю, что это плохие духи. Это хорошие духи, я просто такие не очень люблю. Но это вообще не эта серия. И вот интересно, из шести четыре создавал Жан-Клод Ильина, и вот два, соответственно, которые, ты говоришь, один самый неудачный был, и второй я не поняла. Это оба аромата, Кристина, Нажель, но сам аромат мне прям... Мне тоже аромат, мне очень нравится. Это такое пп-шное печенье юбилейное с низким содержанием сахара. Это сады, ну, супер по-разному можно произносить это название, потому что на французском это Жордан Ситер, по-русски это либо кеферы, либо китеры, греческий остров. И она об этом говорила, что же, что это нереальное мое путешествие в какие-то греческие сады, а это во времена, когда сейчас путешествовать вообще-то сложно. Я там пошла вспоминать свои былые времена где-то в Греции, и это фантазия на тему греческих островов, острова. Ну, насчет Афродиты, я не знаю, мне кажется, как будто бы это здесь вот малозначимо, да, что это остров Афродиты, потому что я не считываю ничего из какого-то там пены, там каких-то сказок, не знаю, красоты, сексуальности, женщинственности и так далее. То есть в этом смысле как бы Афродита вот скорее вот куда-то сюда. Вот. Ну, то есть типа как будто бы, мне кажется, греческий остров здесь выбран условно случайно. В карту бротиком. Да, но при этом по нотам это оливка, это, господи, как ее, фисташка, это вот сухие травы, это Греция, да. То есть мне тоже очень понравилась рекламная кампания, она максимально сухая. Вот насколько вы считываете сухо, там же вот эта сухая трава колышется на знойном солнце, и тебе аж пить хочется, да, пить хочется просто от вида этого ролика, потому что там настолько засуха и зной, что ты чувствуешь, что это очень жарко, очень солнечно, очень знойно. То есть я бы скорее, вот если бы я ему давала название, я бы сказала, что это какие-то сады Самарканда или сады, ну, то есть какого-то засушливого региона. Да, и цитрусы тоже при этом есть, цитрусы и сухость. Какая-то, может быть, не знаю, Арабская Африка, вот что-то, но какой-то сухой пояс. Чтобы не остров был, чтобы море было где-то очень далеко, да? Да, да, да. Ну вот я была в Узбекистане вот в этом году, и вот эта пустыня, и эта вода, которая... Может быть, она просто не знает о существовании Узбекистана? Узбекистана. Надо позвольствовать. С Самарканда, да. Пускай переименовывают. Может быть, для нее самое сухое место, которое она видела, была Греция, поэтому... Ну, вполне может быть, учитывая те края, в которых они живут. Ну, кажется, что пока вот именно эту линейку она не чувствует. До конца как будто не чувствует. Это интересно, да, ну, то есть это же не только ее решение было, да, занести это в линейку. Ну, конечно, ну как, если абстрагироваться от названия этой линейки, сам по себе аромат я носил. Аромат кайфовый. Ну, он для меня максимально летний, я бы его с удовольствием куда-нибудь в отпуск взяла бы, и в Москве бы носила. То есть это прям лето, это красота, несмотря на то, что тут цитрусы, и вот там где-то были цитрусы, но это тут Новый год, а здесь для меня не Новый год. Ну да. Это прям лето, это отпуск, это прям какая-то красота. Для меня это скорее весна, потому что в жару я не очень такое представляю, а вот когда начинает теплеть, да. Кстати, я его первый раз пробовала в Ереване в июне, и было, естественно, сухонькое и жаркенькое. И вот в это сухонькое и жаркенькое он был красивый. Но там сухой, разреженный горный воздух, поэтому это тоже влияет. Нужно просто, Кристин, устроить трип по бывшему СССР. Да, пускай ознакомятся. Назербайджан, там, все вот туда, Казахстан куда-нибудь, может быть, она будет переименовывать. Так, окей, и раунд три. У меня остался последний аромат, и на самом деле хотелось, чтобы шло сразу после амуажа, потому что это объект наших дискуссий. И вот только буквально позавчера я разговаривала с одной из представительниц индустрии и как раз высказывала свою точку зрения. Мы сейчас будем пробовать аромат, ты его, скорее всего, не пробовала, готовь кошелек. Это Тамин Фанфары. Бренд Тамин сейчас креативный директор Кристофер Чонг, который раньше работал на амуаж, как вы знаете. Если не знаете, то теперь знаете. И он начал работать над линейкой, которая посвящена Лондону и разным его местам. Это посвящение лондонскому цветочному рынку. Это день. Ты приходишь на рынок, цветы, чаепитие, пьешь зеленый чай, у тебя какой-то легкий низкокалорийный десерт, вокруг все цветет, светится. Это зелень, светит солнце. Он безумно жизнерадостный. Мы были на презентации, и я так сильно радовалась, что я на презентации мне подарили флакон, потому что, когда я его попробовала, я поняла, что жить без этого флакона решительно невозможно. То же самое, спойлер, было с их следующим ароматом, который посвящен уже театру. Да, вот он как раз был тем самым вторым Тамином, который я хотела включить в эту подборку, но мы в итоге... И вся линейка... ...последственности поделили. Я ее уже вот прям чувствую, что все остальные тоже будут классные, потому что здесь Кристофер Чонг, вот здесь еще не так, а в том, который ты хотела включить, как он... В Брави. В Брави. Вот там действительно Чонг лучшего времени, вот этот гурманский амуаж вкусный, но очень интересный, затейливый, отразился там. Он отлично себя чувствует в бренде, бренду очень повезло, потому что раньше парфюмерия Тамин не вызывала у меня такого интереса, но два последних запуска, это был вау-эффект. Я скажу прямо, она просто была никакая, у них было много подражаний, много копий, и не то, чтобы это было... Учитывая ценник на бренда, он дорогой, это вообще непонятно, зачем эти повторения более бюджетных популярных ароматов вообще существовали, но они не были прям буквально копировать-вставить, но они были очень похожи. А сейчас бренд реально переживает свой расцвет, это большая для них удача получить Чонга, и я говорила, что амуаж, когда бренд стал меняться после ухода Кристофера, они должны были просто в ноги к нему падать и умолять вернуться, хотя, насколько я понимаю, там не лучшее было расставание. В итоге просто Чонг делает то, что он делал амуаж, но он делает это в другом бренде. Да, я на самом деле выскажу непопулярную точку зрения. Я считаю, что от того, что Чонг перешел в Тамин, выиграли все, потому что в амуаже мне нравится то, что они делают. Да, конечно, я понимаю, что поклонники бренда, которые привыкли к классике амуаж, несколько разочарованы и все еще продолжают ждать другого, но ребята вам сделали прекрасную серию в серых флаконах, вот те самые восточные сказки. Так это же переделанные ароматы, которые были при Чонге. Сделали, вот сейчас, пускай. И мне кажется, что мне нравится, что сейчас делает амуаж, мне нравится, что теперь я знаю, что бренд Тамин вообще-то супер благодаря Чонгу. Два прекрасных бренда существуют отдельно друг от друга. Если говорить про этот аромат, то я свой шкаф без него абсолютно не вижу и не хочу его представлять. Я очень много его носила. Я его включала неоднократно в подворке, когда я первый раз снимала про него YouTube. Мне было даже немного неудобно говорить, потому что бренд в России не на слуху, при этом просят такие большие деньги за него. И я думаю, ну как я сейчас людям буду рассказывать, что это потрясающе, я это очень сильно люблю. Сейчас я уже не парюсь, потому что это не единственный дорогой бренд, который мне нравится. И он 100% будет развиваться и становиться все более заметным, потому что... А еще они сейчас выпускают тревелы, что вообще огромный плюс, потому что все-таки флакон действительно не каждый купит. Тем более есть только сотки. Да, есть только сотки. Конечно, делал Бруно Иванович этот аромат. И вот это путешествие по цветочному рынку, по-моему, в Ковенгарден, где-то в тех краях, это, конечно, очень здорово, то, что он в Лондоне, потому что я представляю себе, как бы выглядел аромат вдохновленный. Ришки, 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 ришки. Женщина розы нужны. Или садовод какой-нибудь. Да, 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 да. Как тебе? Цветочный, ришки. А, слушай, я вот сначала, он был больше цветочным, сейчас я не могу понять, то ли у меня там мандарины от предыдущих наших застряли, то ли он замандаринился. Там лимоны больше. Там цитрусы. Лимоны, цитрусы, да. То есть сейчас для меня это немножко вот я прошла через цветочный во фруктовый отдел. немножко что там цветочный аккорд абстрактный а вот лимоны главное они прям главный да просто я не уверяю сколько он за флакон стоит в официальной рознице порядка 40 но в интернет-магазинах естественно дешевле блин я бы за наверное даже за 20 минуту если типа 40 20 но я бы если сильно надо было за 30 бы искала ну то есть я понимаю что да это тот самый случай когда предел на финансовых трат на флакон я бы искала акции промокоды но в пределах тридцатки точно взяла потому что в раскрытии безумно классно еще кстати это но стандартный флакон а на презентации их кастомизировали и там можно было выбрать рисунки у нас карины как и у большинства гостей всем очень понравилось у нас таких лимоны в стиле dolce gabbana вот как на дольчах на платьях на юбках рисуют так и у нас на флаконе красиво если бы мне подарили я бы носила с огромным удовольствием это вот из разряда таких мое удовольствие максимальное я брала тоже с собой отливант ну я не стала тащить флакон потому что очень редко путешествие куда-то вожу прям флаконы я обычно отбираю каких-то сэмблов отливантов тревела вот это чтобы как можно больше поносить и меньше загружать чемодан я брала с собой отливант ереван богдан у меня его отнял ну еще на следующий день от него пахло тамином просто на всю цветочную плантацию на ирианы я понимаю что я хочу понюхать розы а по факту я просто упираю шлейф богдана вот так он не говорил при этом что не стойко он вообще не чувствует да он горит это новый прикол потому что в прошлом году инцелад который уже умирали просто сзади вот так вот а он такой ну это классика новая классика богдана ну это максимально его аромат значит мне кажется когда ты прям вот вообще в упор не чувствуешь что тебя чем-то пахнет это прям все-все нормально так какая у тебя финальная нота продолжим в общем-то тему садов я тут честно говоря не очень уверена что он вышел именно в двадцать третьем году но это или самый конец 22 или самое начало двадцать третьего года бренд пинхаллиганс один из моих любимых домов исторически действительно исторически в отличие от многих других анонсировали этот аромат по моему в сентябре двадцать второго года когда тогда еще принц а ныне уже король великобритании карл 3 или чарльз 3 карл это исключительно российская традиция прочтения все знают его увлечение наверное ну помимо женщины красной камилы камилы я бы сказала нет он увлекается садоводством на самом деле он очень любит работать руками вот эти вот шутки про королевские сосиски то что у него такие очень прям руки человека который работает физическим трудом и есть в общем самое известное поместье которое было куплено им еще по моему до их свадьбы с дианой по крайней мере там они проводили свой новый месяц частично это поместье high growth на данный момент это один из лучших английских усадьб тире садов потому что там он выращивает какое-то невероятное количество растений которые во первых это называется типа природное земледелие по-русски на навозе ну то есть без добавок каких-то искусственных пестицидов пестицидов ядов и всего остального нет там именно природное земледелие он поддерживает фонд природного земледелия в этом поместье можно приобрести саженцы тех растений которые там выращиваются просто погуглите если нет это невероятно красивое место и аромат посвящен самый частый запрос начале лета советуйте пожалуйста я бы даже на самом деле в этом году открыла себе чакру пенхальганс потому что чакру липы это у меня всегда присутствовало то что моя подруга ксюша кума куркума подарила мне их прекрасно абсолютно луну розную который я носила зимой и продолжаю носить до сих пор с удовольствием а потом мне мой друг ваня показал эту липу и такая боже липа и да это очень часто для паров маньяков запрос посоветуйте липу а лип то мало ну то есть есть самая легендарная арсей датюли очень сложно найти есть у германского какого-то бренда я забыла как он называется по моему по моему да там есть тоже не найти собственно если лето он дуз от артизан парфюмер там она с сеном и сейчас кстати вторая классная липа я вот выбирала между ними двумя решила в итоге все таки про этот аромат больше потому что здесь вот эта классная история да то что они какой-то процент от продажи флаконов отправляют в этот фонд этого вот этого аграрного природного земледелия вот и вообще как бы это такая реальная королевская коллаборация получается вот а мне очень нравится весь этот маркетинг околомонархический который настоящий а не как у крит что мы там у нас история трехсотлетняя да 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 по факту 50 не наберется и классная липа сейчас вышла у бренда лаборатория альфа тиво она называется тиль я не пробовала вот очень хорошо интересно это что же мы в следующем году будем двери посоветовать целые да просто на выбор то есть несколько лет мы не могли посоветовать ничего и говорили только два нужно тогда страдайте или гонцов запрягайте отправляйтесь туда не знаю куда далекое путешествие это довольно такой моно аромат моно ноты да это аромат липы причем в москве он появился где-то в начале марта то есть буквально перед 8 марта что я помню что я о нем писала я сидела я выбирала эти картинки этого сада high grow все остальное просто пересматривая там какую-то тонну британских сайтов чтобы найти действительно красивые разнообразные вот буквально 8 марта как раз разболелась я сидела дома я сидела выбирала вот эти вот сады и это идеальный вот мэч с весной когда еще на улице холодно а уже хочется цветов вот она красивенный аромат замечательный и вот такой эталонный то есть ты сказала что моно но случае этого запроса это необходимо потому что люди ищут именно запах липового цвета не так они не шло когда она просто так заодно и и выйдет свое мнение что я слышу одну по сути ноту такую которую я прям ярко могу выделить если все предыдущие мы обсуждали а еще вот это еще вот это еще немножко вот этого здесь в основном липа и особо больше мимоза иногда это и хорошо да если если тем более вы говорите что это частый запрос очень часто начиная где-то с середины апреля и заканчивая августом чтобы не пришлось искать так вот здесь липа там с цитрусом а здесь у тебя либо там условно с розой а здесь там липа еще с чем-нибудь а здесь фруктами с ягодами вот просто очень сильно хочется чтобы кто-то сделал еще черемуху чтобы сезонные запросы они хоть как-то решались потому что с черемухой еще хуже потому что не был когда-то снятый давным-давно эллиан вот возможно вы его найдете и возможно вы почувствуете там черемуху но не сто процентов да и завершив ну празднично ярко как минимум флаконом ой мишки мишки на крылье самолета это hfc fly to miracle и все мы после этого аромата отправимся в полет к мираклу к чуду насколько близко вы знакомы уже да с этим очень была милая презентация шариками с мишками с десертами да ну а по-моему кто-то из вас не любитель картинок на hfc нет я любитель и я любит данный любитель помню что с кем-то мы обсуждали что не все у нас в и среди экспертов и участников канала любят картинки на hfc особенно пантеру я помню часто кто-то хейтил я в целом не могу назвать себя фанаткой бренда я к нему отношусь ровно у меня есть в шкафу три по-моему да у меня есть в rap main dreams который вишневый вот он и у нас обеих private club private code мой любимый финиковый вот собственно три аромата вот это все были подарки от бренда я не уверена что я бы прям вот пошла и в полную особенно цену этот на полках у вас есть как часто вы его носили и куда я его очень много носила как раз когда он вышел потому что это было где-то июль примерно и он он настолько радостный он настолько вот душевно беззаботный и да здесь снова стоп слова саратовская парфюмка правда подходит ему это описание потому что это такая вот просто не испорченность миром но вот многие говорят о том что это один из тех случаев когда то что нарисовано на флаконе вот полностью передает ощущение здесь простите меня медведев в разноцветных платьях пляшут по крылу самолета куда еще беззаботней и очень наивный и наивный может быть да липкий он такой радостный вот он он вышел в правильное время по крайней мере презентовали в правильное время в нем было приятно в теплый сезон я кстати недавно снова к нему прикладывалась и тоже было хорошо ты сказала по поводу флакона я недавно выпустил на ю тубе видео флаконы которые я ненавижу там про флаконы из моей коллекции которые меня по тем или иным причинам раздражают и я спросила у зрителей какие флаконы раздражают их и достаточно много людей говорили про и че все как раз про картинки про то что там вот к дну есть вопросы к дну у меня тоже есть вопросы потому что легко уронить вот в какой-то момент ты задела коробку и вот он так за шатался эту ну ну сейчас ну да не очень устойчиво стоит и на самом деле здесь есть еще одна проблема тут не очень хорошо сидит крышка то есть если ты можешь сейчас такой новый хорошо он через какое-то время расшатается и за крышкой вы будет брать просто опасно если вы не хотите разбить ну собственно не не только этот бренд я недавно взяла за крышку rock skilli она 11 этот люрверт и он такой дырверт я беру обычно не бери я поверила вот но мне нравятся эти медведи и вообще принципе я к этим рисункам абсолютно нормально как минимум это выделяется потому что очень много брендов у которые настолько стандартизируют флаконы что это уже просто бутылка этикетка бутылка этикетка бутылка этикетка вот это выделяется там это корона выделяется да вот например к томину у меня флаконы есть немножко вопросики ну типа как бы хотелось бы чуть чуть больше фантазии чем просто матовый мне кажется что вот это вот можно эту картинку закидывать в женские чаты и такая девочки мы и найди себя я вот этот мишка который вываливается просто и сумка по ветру причем по но там мы так не прошлись но он что здесь есть и цитруси здесь причем не просто лимон мандарин здесь помела мандарин да тоже по-моему заявлен мандарин чувствуется из необычных обсуждают что здесь смородина белая да не черная и красная а именно белое что по моему ну не так уж прям часто встречаются черная понятно самая распространенная она больше такая воденистая легкая она больше дает Вот именно, да, кислинкус, свежесть, да, и вот она здесь тоже заявлена. И какие-то такие абстрактные цветочки, розочки, пиончики. Все это вместе очень хорошо. Все это сладкая ватка, десертики, легкие фруктики. Это такое вот еще одни духи Марии Антонетты. Вот просто празднуем жизнь, несмотря на то, что там в соседнем зале уже генеральные штаты собрались. А все уже, ароматы закончились. И мне кажется, как-то так быстро это все настроение, праздник, все такие ароматы. Как ты не обещала нас чуть-чуть грузануть? Не получилось даже одни. Я старалась. Да, ну то есть на самом деле, хотя, по-моему, что я, я не помню, твои предпочтения к грузичам. Ну, Лена, по-моему, любитель иногда тоже, да, куда-то уйти в готику, во что-то такое. Иногда бывает. Вот прям что-то такое сложное пораздумывать. Но сегодня как-то так получилось, что у нас все ароматы очень легкие, очень праздничные. Ну, тут еще такой нюанс, когда у тебя спокойная, комфортная, безопасная, во всех смыслах жизнь. Очень хочется уходить в сложные смыслы. С 2020, особенно 2022, мне не хочется сложных смыслов. Мне хочется радоваться, наслаждаться и как бы пренебречь вальсируем. Вот этот вот мем, идущий во крике. Мне хочется в этой жизни какого-то спокойствия, благодушия. Я иногда прям чувствую его очень сильно. И это классно, то есть я надеюсь, что те, кто разделяют вот это настроение, состояние, когда хочется какого-то легкого настроения, в том числе и в парфюмере, можно брать всю линейку вообще просто. Если позволяет бюджет, можно даже не выбирать. Потому что они, с одной стороны, вроде как похожи частично, да, где-то тут цитрусы, там цитрусы. А с другой стороны, я не могу заменить один другим. Мне прям вот хочется все. Но для меня, допустим, прям сильно выделяется на этом фоне, например, твоя кола, прям она сильно другая. И, возможно, твой первый вот аромат, с которого мы начали, королева, она как будто бы прям сильно вообще другая была. Ну, потому что королева, она потише просто, чем, наверное, все остальное, более напористей. А кола выделяется, потому что она десерт. И у нее есть прямые аналогии, ну, то есть это прям вот четкая ассоциация с курманникой. Но при этом хочется все. Понимаю. Ну, придется взять ему аж. А я вот не знаю. Я, наверное, вот так сделаю, потому что я просто не знаю этот аромат. Хочется разносить. Для меня, наверное, я бы выбрала X-Neila, потому что, ну, вот мне хочется для себя самой условно оправдать этот бренд. Не люблю быть сильно категоричной, а мне кажется, что я прям обижала. На самом деле, я его тоже обижала. В бренде много крутых вещей, просто это не те вещи, о которых говорят. А это и бесит. Да, ну, то есть там невероятно красивый шипр. Франч и фейр. Франч и фейр. Он потрясающий. Это просто вот айконик индустриального шипра. Они его не знают, ну, никто. У них красивая есть сирень-мимоза, вот кто любит вот это направление. Ну, у нее название, конечно, которое тебя просто сбивает, и ты никогда не ждешь сирень. Сирень-морфин? Нет. А кто это? А морфин – это сладкая сирень. Это зеленая гадюка, випергрин. И когда ты ждешь аромат с названием випергрин, ну, ты явно ожидаешь от него зелени. А там такая сирень, вот прям кремовая, радостная. Я очень люблю их сантал, который чистый аромат. Кстати, я согласна, вот прям сандал очень хороший. И вот это для меня, как будто лично для меня, плохой маркетинг. Ну, типа, когда у вас есть много классных ароматов, а у вас почему-то вот большая, широкая общественность знает об одном-двухе. Слушай, на самом деле это больше, ну, типа, реально рыночек порешал. Потому что они все запуски проводят с большим вниманием. Они очень ориентированы на наш рынок, потому что наш рынок очень хорошо продает этот бренд. И они все запуски, они делают их несколько этапов. Они там зовут блогеров-пишущих. Они устраивают какие-то ивенты с селебами и все такое. Но, типа, люди любят флёр-наркотик. У нас люди очень верные, они 20 лет императрицу носят практически. Это не потому, что экс-ниила решила, что вот, у нас есть флёр-наркотик, и мы будем на нем делать акцент. Просто людям нравится флёр-наркотик. А Frenchy Fair нравится меньшему количеству людей, потому что все-таки наши вкусы, мы уже давно увлекаемся парфюмерией. И ты даже, несмотря на то, что не увлекалась, за столько лет уже сама увлеклась, уже спокойно можешь участвовать в слепых затестах и отгадывать ровно на нашем уровне. Потому что появился background, появился опыт. И опыт, он даёт как раз-таки то, что мы становимся более избирательными, нам подавая какой-нибудь уникальный профиль, нам подавая чего-нибудь с перламутровыми пуговицами. А люди хотят яркости шлейфа, и это абсолютно нормальное желание. А вот этот... Да, и на самом деле он коммерчески у них неплохо идёт. Да, 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 и при этом он несложный. Да, ну то есть нет такого, что мне нравится, потому что он вообще никому не подойдёт, кроме меня. Нет, так в том-то и дело, что его, я могу ощущать, с такого же количества людей, как флёр-наркотик, просто он не так достал, не так он растиражирован. Тут важный момент, он вышел в этом году, на него ещё нет столько копий, потому что не так страшен флёр-наркотик, как копии флёр-наркотик, как коих десятки. Посмотрим. Как с любым другим, там, кирки скопированы, бакара скопированы и так далее, это естественно. Поэтому здесь вопрос его будущего, и, возможно, через пару лет мы скажем, «О боже, он достал». А может быть и нет. На этой торжественной ноте я напоминаю, что на сайте Духи Рэп вы найдёте все сегодняшние ароматы, если мы их ещё не успеем разобрать, все, что есть, прочитайте на них отзывы, увидите цену на сайте Духи Рэп, и там же в описании вы найдёте ссылки на наши соцсети. Ну что, на этой классной, торжественной, весёлой, искрящейся максимальной ноте я предлагаю подвести парфюмерные итоги этого года и итоги на канале Духи Рэп. Я благодарна не только тем зрителям новым, которые присоединяются к каналу, а тем старичкам, которые с лохматых 2017-х годов действительно следят, наблюдают. У каждого есть свои там любимчики, которые из раза в раз пишут там комментарии, комплименты, пусть даже хейтят, но это так радостно, что наша семья парфюмерная разрастается, что очень многие с нами остаются, что очень много новых к нам ребят присоединяется. Очень приятно видеть, что кто-то открывает для себя канал Духи Рэп. Я надеюсь, что он будет только ещё больше развиваться, и помимо того, что у нас будет огромное количество ароматов, у нас будут новые эксперты и новые гости на канале. Да. Ну, наверное, по поводу канала Олеся уже сказала всё сама. Я просто хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья, денег и свободы. Я присоединяюсь к словам девочек. Спасибо, что были с нами этот год. Спасибо, что уделяете своё время. Я знаю, что многие под наши видео там наряжают ёлку, наводят порядок. Классно, что получается скрасить ваши дни. Нам ценно ваше внимание. А относительно пожеланий будьте счастливы и выбирайте себя. Помните, что вы у себя самый главный. Балуйте себя, берегите себя и будьте там, где вам хорошо. С наступающим! Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!